Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Ну что же, сегодня я хочу отправиться в логово Вапилы и отдубасить его, и забрать, ребята, естественно, все артефакты, которые он там при себе имеет. Так, ну что же, давайте выставлять бойцов. Так, жажда крови, блин, ну ладно, ничего не поделаешь, я думаю, что лучшего нам пока не найти. Так, нет, этого, наверное, мы не будем брать, давайте-ка возьмем, наверное, Вестолку, Хилочку, да? Так, у нее, ну, блин, плюс 15 лечащие навыки, ладно, сгодится все это, ребята. Кого бы еще, еще что ли одну взять, или же, или же бойца мы с вами выберем, а? Блин, в итоге мне бы, конечно, хотелось бы взять Бичевателя с собой. Мне лично он очень нравится, как воин, поэтому, пожалуй, мы так и сделаем с вами. Ну что же, вроде бы, как все это задание нельзя бросить. Вы точно хотите продолжить? Конечно. А зачем я туда иду, по-вашему? Ну что, давайте наберем, я думаю, ребята, так, вот этих штучек возьмем. Давайте, наверное, 3, но хватит. Так, жрачки, я не знаю, сколько нужно, ребята, туда еды. Ну, на всякий случай, возьмем вот этого всего по 6. Отлично. А у нас всего 6 тут, да? Погоди, это лишнее. Вот так. Я, ребят, с этим вопилой не дрался, я не знаю, кто это такой и что он из себя представляет. Поэтому закупаемся по полной программе. Так. Ну, я думаю, наверное, этого, ребята, будет достаточно, да? Так, осколки нам не нужны. Факела тоже ключ, я не знаю, ребят. Давайте, наверное, может быть... Хотя, ладно, кровь не нужна. Поехали, ребятушки. Будем смотреть, что это за вопилы. Герои, пережившие эту встречу, иногда приобретают уникальные черты характера. Чаще. Да? Хорошо, давайте посмотрим. А что, если мы не переживем? Всем хана будет? Оу, я не понял. Так. Это... Это и есть жуткие вопила и гнездо вопилы. Ах, вот. Ну что, ребята, нам даже никуда не надо идти. Так. Сопротивление. Удар клювом. Уклонились. Вот это хорошо, ребята. Так, мне не нравится, что у меня, ребята, бичеватель жаждет крови. Это плохо. Так, уклонился. Блин, и пошел у нас стресс, ребята. Так, сопротивление. Давай, наверное, вот так вот попробуем сделать. Вау. Кританули. Лесной ливень. Усиление. Так, удар клювом он делает, и мы опять с вами уклонились. Ха, шикарно. Так, давайте-ка мы сделаем вот это, ребята. Восстановление. Конечно, он мало будет восстанавливать. Всего по три хпшки, но тем не менее. Карканье. Уу. Слушайте, ну я, честно говоря, думал вопила будет такой серьезный враг. А тут какой-то, я не знаю. Просто ворон обычный. Ну, гигантский, конечно же. Так, удар клювом. Ёх, Коломена, вот это он кританул. Тихо, тихо. Равновесие и отвага потеряны. Ни хрена не потеряно. Давай хилиться лучше будем. Бичеватель, ты мне нужен. Спасибо, конечно, но лучше возвращайся, когда раздобудешь. Зашибись. Ребята, он отказывается от моего лечения. А это плохо. Так, кого? Отрыжка. Что? Блин, критический урон. Два всего лишь? Сынок. Ну что же, давайте, наверное, мы... А у нас и так усиление, ребята, есть. Давай попробуем бомбануть. Во, на 23. Отличненько. Перед глазами красная пелена. Так, давай-ка мы с тобой, родной мой, Так, сделаем теперь. Кровотечение уберем. И попробуем похиляться. Вот это другой разговор. На 36. Все здоровье себе восстановил. Но получает, правда, ослабление. Ну да ничего, ребята. Так, давай-ка, наверное, прожухаем его. Сможем, интересно, или нет? Так, попробуем. Насколько? Ну, травить, я думаю, что нет смысла его. А давайте вот так вообще сделаем, ребят. Мало ли чего, да? Бомбанет, а мы с вами их оба и в дамочках. Прикрыты щитом. Так, восстановление здоровья. На себя почему-то нельзя. Странно. Блин, музон еще такой прикольный. Удар клювом. На 16 звезданул. Моего прокаженного. Хм. Ну что, давайте, наверное, ребятушки, кровь снимем в себя. И бомбанем. Бомбанем. Да ладно, что он такой юркий-то? Эй. Отрыжку опять делает. Слушайте, но у него атаки не такие сильные, ребят. Единственное, что вот когда он критует, тогда да. Но сейчас я ничего такого особенного не вижу. Так, давайте похиляемся. Так, это меня не интересует. Что-то там бомнишь. Опять удар клювом. Ребят, он доставал. Он так и хочет уничтожить мне моего бичевателя. Опять карканье. Все на него, а. Ты посмотри. Так, ну что, давайте, наверное, попробуем пробить. Вау, на 19. Это хорошо, ребята. Удар клювом опять делает. И 15 за руль отнимает. Так, ну что. У нас пока все вроде бы под контролем. Но, ребята, стресса не так много. Вот то, что вес алкохилит, очень мало. Так, полет своплем. Воу. Нифига он там нам. Стресс это понавешало. Нелогичность. Так, а где он сам-то? Я что-то не могу понять. Герой шатается, задыхается и вот-вот лишится разума. Не понял. Задание выполнено. Триумфальная гордость ведет к позорному падению. Мы что, прошли, что ли? Победа, ребята. Логового пилы. Ничего себе мы тут назарабатывали. Ха. Красная табакерка. Зеркало какое-то. Медальоны. Неплохо, я вам скажу. Очень неплохо. Ну что же. Ой, сколько, сколько мы тут, ребята, статусов получили. Так, минус 5. Критическому удару. Тут что у нас? Вороний глаз. Ну, вот это уже другой разговор. Так, шокер. Блин, это плохо. И здесь минус 2 крит удара. Ладушки, будем продолжать с вами. Так, отправляемся в город. Весть о нашей беде разлетелась по королевству. И вскоре с дилижансом прибыла новая партия пушечного мяса. Так, на 6 персонажей больше, да? Понятно. Колонна прокаженных. Это нам не нужно, ребята. Так, сегодня мы с вами отправляемся, знаете, куда? Да-да, именно убить. Так, нет, нет, не свиного бога мы пойдем, ребята, валить сегодня. А ведьму. Именно ее уровень сложности средний, ветеран. Так что надо, ребята, ее наказать. На самом деле, я вам говорю, это у нас будет вторая трансформация ее. Так что подготовимся. Так, воинов взяли. Теперь мне нужны, ребята, хилы. Стефорда я брать не хочу. Есть у нас вестолка-то или нету? Так, есть. Так, одна готова. Слушайте, а может быть нам... Давайте вот так вот сделаем. Я думаю, что от бичевателя будет больше здесь толку. Так, нужно вестолке что-то взять. Ладно, ребята, все, погнали. Припасы. Слушайте, я думаю, будет путь долгий, поэтому нам нужно с вами взять побольше всего. Возьмем лопатку. Факелов. Давайте, наверное, два по восемь. Так, настойка опия. Так, святая вода. Бинты. Ну, естественно, противоядие и целебные травы. Все, ребята, я думаю, это вода... А, подожди-ка, вот еще, конечно же, кровь. У нас, как видите, прокаженный заражен. Я был весьма впечатлен ее знанием трав и различных магических практик. Фривольные мысли сменились искренним уважением коллеги, и мы вместе занялись выращиванием растений и варкой зелий. Чаще. Ну, а потом, как известно, он ее убил. Так, ну что же, поехали. Нам нужно выпить обязательно, ребята, кровь. Потому что у нас прокаженный, как видите, жаждет крови. Если ему долго не давать, он у нас может погибнуть. Так, куда же нам пойти? Давайте сюда, ребята. И потом, наверное, рванем с вами наверх. Так, что тут? Ага. Ловушка. Ну, понятно, ребята. Ой, сосуночки. Застали врасплох. Ну что ж, давайте их немножко побомбим. Отлично. Так, ага. Тут у нас хил. Ладно. Пробьем. Отлично. Паучок готов. Ну и осталась у нас тут личинка. Все. Минус она. Так, 750 голды получили. Двигаемся с вами дальше. Так, вот здесь надо, ребята, посмотреть самому уже. Так, жуткая паутина. Ничего интересного здесь, к сожалению, мы не нашли. Двигаемся, естественно, дальше. Тут тишина. Так, разведка. Что же нам разведка покажет? Ничегошеньки, ребята. Ладно, идем тогда вот здесь вот. Тут у нас ловушка. Обезврежена. И смотрите-ка, три каких-то... Так, факелочек обязательно нужен. Так, но здесь мы не будем трогать пенек. Его надо прошарить. 1100 голды. А здесь? Что нам? Воу. Гербы и... Как это? Скульптуры. Здесь тишина. Значит, идем с вами дальше. Ведьма. Ребята, у меня поход на ведьму. Вот этот, который сегодня. Это, наверное, пятый или шестой. Все время мне то приходилось сбегать. То она мне убивала всех моих воинов. Очень, короче, жесткая бабуля. Ребята, не забываем, что это только лишь вторая трансформация у нее. Еще будет последняя третья в конце. Что-то как-то нам везет сегодня. Все тихо, спокойно. Так, куда я пойдем? Давай, наверное, вот сюда пойдем. Не знаю, ребят. Так. Бандиты, значит, встретились с нами. Ну что ж, давай. Копьем. А, тот в инвизии. Стрелок у нас в инвизии, ребята. Так, исцеление. Добьем, нет? Добили. Вестолка, молодец. Романель ее звать. Так, попробуем бомбануть. Минус шестнадцать. Ай, чуть-чуть, ребята. Не хватило буквально одной единички, чтобы убить этого бандюгу. Так, подавляющий огонь. Стреляет и попадает, причем. И опять в инвиз уходит. Опять? Слушай, что это ты припухт? Два раза подряд стрелять. Хорошо, ребята, он отнимает не так много здоровья, поэтому... Давайте-ка. Минус один бандос. И теперь достанем, нет? Так, ну этот-то у меня достанет. И убивает его еще, причем. Так, голда. Слушайте, у меня уже инвентарь, ребята, полненький. Добыча. Так, факел, деньги. Ну, пока еще все вмещается, и это хорошо. Так, ящик пуст. Ну, не обидно. Так, а здесь у нас что такое? Эктоплазма, да, значит? Хм. А ну-ка, давай траванем. Получится. Ну, двоих из трех удалось, ребят, травануть. Минус одна. Эктоплазма. Слушайте, этот бичеватель у меня только и вешает хилы. Ну да, он на той позиции стоит, ребята. Он не может удалять кнутом. Точнее, не кнутом, а у него там цеп с шипами. Так, давайте-ка разберемся с этими хулиганами-то, а? Слизь. Попал все-таки, а? Но у нас сопротивление. Так, что делаем? Рубим, ребята, рубим с плеча. Тринадцать. Так, давай-ка добьем. Отлично. Крит на двадцать восемь прошел довольно-таки успешно. Ты сбиваешься с ритмом, он говорит. Так, ну что, давай вешаем исцеление. Шикарненько. Так, что он там? Блин, на четыре звезданул. Ладно, это все, ребята, терпимо. Пробьем, нет? Готов. Фух. Так, еда. И у нас там купчей, походу, ела. Так, что мы, ребята, сможем с вами выкинуть? Давайте, наверное, хорост выбросим. Вот так сделаем. А ключика у меня нету. Да. Без ключа, ребята, сундуки эти вскрывать, грубо говоря, бесполезно. Так, разведка показывает, что здесь у нас лежит. О-оу. Тогда нам надо идти в другую сторону. Наверное. Я, знаете, что сейчас боюсь? Как бы нам не пришлось с вами возвращаться на самое начало. Потому что она может быть и там. Но в любом случае, мы должны вот здесь вот все проверить. Чтобы убедиться точно. Тут она или нет. Так, секунду, что это? Ай, ненавижу, ребята, вот эту вот хрень. Так, псы. Зомби-псы, ладно. Давайте разбираться с ними. Все отравлены, замечательно. Блин. Исцеление. Пробьем, нет? Отлично. Романель, молодец. Так, пробьем или нет? Давай попробуем. Сразу двоих снесли. Лучше даже не придумаешь. Помните, что чрезмерная самоуверенность медленно, но уверенно убивает вас изнутри. Понятно. Давай тогда повеселимся здесь. На 10 прожарили. Слабо. Слушай, вот этот, блин, бандит меня, ребята, честно говоря, бесит. Он может стрелять из инвиза. То есть, из невидимости. Он даже себя, как говорится, не раскрывает. Да елки ты, палки. Я думал, добьем. Нет, не получилось. Так, двойной порез. Ну, это все семечки. Это здесь мы, ребята, стерпим. Так. Хлыстом бомбанул. Ай, кровотечение повесил. Ну-ка, давай-ка попробуем теперь, ребята, мы. Правда, смысл. Давай так сделаем. На 7. Всего лишь на 7. Хиляемся, естественно, ребят. Так, двойной порез. Блин, ты посмотри, попадает и попадает, а. Так, давай-ка попробуем ядом отравить. Получится? Один минус. Да, ребята, этих мы отравили. Но яд здесь очень хреновенько действует. Так, ну-ка попробуем. На 13. Уже лучше. В разы лучше. Так, похиляемся. Плюс 4 всем. Ну, отлично. Так, наказание. Ага, побичеватель убьет. Ладно. Нашему бичевателю только в радость, когда его лупят. Ха. Давай-ка попробуем. Пробили. Все, больше стрелять этот чувачок в нас не будет. Исцеление. Так, весталка. Там много крови. Да ничего там нету. Что-то волнуешься. Ну что же, остается нам добить вот этого вот бандоса. Толстого, жирного. Блин, а он сопротивляется. Однакася. Выстрел в упор. Ну, это еще по-божески, я вам скажу. Так, давай-ка мы поставим отхил. Вот так. И попробуем добить. Да, получилось. Елки-палки, у меня, по-моему, да, места нету в инвентаре. Что делать будем? Давайте, наверное, вот это вот скушаем с вами. Вот так. И возьмем гербы. Слушайте, а этот цитрин, я думаю, нам не нужен. Он все равно дешево стоит, поэтому без него обойдемся. Тут у нас ничего нету. Ну что ж, хорошо. Так, ну-ка. Да, ребята, вот она комната с боссом. Значит, мы все-таки с вами в правильном направлении шли. И тут у нас кто? Грибы. Зомби-грибы, да? Ну-ка, попробуем торвануть их. Только одного лишь. Так, что они там делают? Какие у них удары? Я уже забыл, если честно. Так, давай-давай-давай-давай. Давай двоих сразу попробуем, ребята, а? При свете дня, как говорится. Сейчас вжарим. Да ну нафиг, уклонение. Обоих причем, ребята. Оба уклонились от удара. Так, минус семь нанесли. И... Так, опять удар вслепую. И мы уклонились. Хорошо, ладно. Так, бичеватель у меня будет всех только хилить. Он у нас как этот... Подхилера, короче, заделался вместо того, чтобы воевать. Ну что ж, давай, наверное, прожжем. Так, крит урон на восемь. Гори в священном пламени. Это уж точно. Так, давай-ка еще раз попробуем. Во, шесть-пять. Уже хорошо. Удар вслепую. Уклонились. Так, а этот... А них, походу, дело, ребята, только удар вслепую вроде бы, да? Или они что-то еще там могут делать? Так, ну что, будем добивать, наверное? Давайте вот этого вот. Чтобы наверняка. Так, прокаженный. Ну-ка, не подведи меня. Ну, как всегда, ребят. Как всегда промахнулся. Ё-моё. Эх, бичеватель, бичеватель. Почему ты там сзади-то сидишь? Тебе надо спереди. Ты бы своей плеткой точно бы его ухоркал бы уже давным-давно. Удар вслепую. На четыре бомбит. И отравил. Два урона за ход. Что-то меня так не устраивает, если честно. Вот, другой разговор. И... Все, пробили. Так, три бюста получили, да? Пенечек. Что у нас в пеньке? Лопата-деньги. Хорошо. Мешок оказался пустым. Ну что же, ребята, вот они, ворота. Вот она, ведьма. Фу. Приготовились, короче. Вы все, наверное, прекрасно помните, да? Что она делает. Она хватает любого из нашего бойца. Отправляет его в котел. И тот там у нас может свариться. Ну, практически до смерти. У него остается практически здоровье на один удар. И он из котла выпадает. Фу. Повезло нам. Это хорошо, когда бойцы могут увернуться. Ну-ка. Давай-ка. Так, у котла идет невоспринимчивость. То есть мы его не можем сломать. Хреново. Так, давай-ка хиляться. В котел опять кого-то хочет. Ага. Хрен там тебе. Хе-хе-хе. Ну-ка, давай-ка. А, мы не достаем, что ли? О-о-оу. Так, надо переменить местами. Так. Ошеломление. Или давай вот так сделаем просто. Оп. Да. Подожди, я не понял. А почему ты ударил котел? Я же вроде бы ставил на ведьму. Странно. Минус семь. У нее здоровья-то, в принципе, не так уж и много. Девяносто девять. Размягчение мяса. О-о-оу. И стресс пошел. Рикой просто-напросто. Так, хиляемся. Уже не знаем кого. Давай на вес толку повесим хил. Так, ну что. Попробуем ошеломить. На двенадцать. Неплохо, я вам скажу. И уже здоровье шестьдесят пять из девяносто девяти, ребят. Общий отхил. Маленький, конечно, но тем не менее приятно. Так, в котел. Кого бросает? Прокаженного. Проборогул. Ай, хиляется потихоньку эта бабка. Ё-моё. Я закипаю. Я в курсе, что ты закипаешь. Ёлки-палки. Тринадцать. Этого мало, ребят. Тут надо критовать как минимум двадцать шесть, двадцать пять. Чтобы котел, естественно, с ударом мог перевернуться. Попробуем. Отлично. Так, вот, смотрите, ребята, да? За два раунда в котле у него практически ползаруви осталось. Так, давайте, наверное, массовый хил. Я просто, знаете, что боюсь, что эта бабка сейчас будет постоянно поправлять себе здоровье. Факел, давайте посмотрим. Ага, у нас полностью нормуль. Свет разгорается, придает сил и помогает двигаться к цели. Да, но тем не менее, мы почему-то, ребята, промахаемся с вами. А это меня не особо радует. Так же, как, в принципе, и моих бойцов. Так, в котел. Кого на этот раз? Опять прокаженного. Она просто докопалась до него. Ой-ой-ой, не знаю. Ну-ка. На восемь. Это мало. Этого мало, ребята. Так, приправку бросает гадина. А приправка, я так понимаю, ребята, просто стресс нагоняет, да? Так, ну-ка попробуем звездануть. Всего лишь шесть. Этого мало. Опять хиляется, что ли, а? Ты посмотри, критический урон. Она отхилилась на 20, ребята. Ой-ой-ой-ой, надо что-то делать. Так, попробую, ребята, я достать прокаженного. Блин, размягчение мяса. Ты представляешь, она просто удар за ударом. Так, выползает. Слушайте, нужно обязательно его отхилить. Иначе он погибнет. Ага. Все. Так, ну что, давай еще одно исцеление повесим на него. Так. Бомбим. Бомбим бабулю. Так, минус 10. Достанем. А мы же не можем достать, а? Опять нам придется меняться. В котел. Кого? Да ты достал уже бабка старая. Что-то докопалось до моего прокаженного, а? Ай, Хилочка, молодец. Пробила старую бабку. Так. Ну что же, давайте, наверное... Так. Блин, приправу опять бросила бабка эта. Ну... Так. Ага. Выпадает наш прокаженный, ребята, из котла. И здоровье у него буквально на один удар. Так. Ну это... Нет. Это надо на щита лома вешать. Так. Отлично. В котел. Блин. Вот это уже плохо, ребята. Хила нашего схватил, а? Надо освобождать, потому что... Ну вы сами должны понимать. Мы можем справиться без одного воина, но без хила. Размещение мяса. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Мы с вами лишились прокаженного. Слушай, меня она достала. Так. Выходи, родная моя. Давайте-ка мы, наверное, все-таки с вами будем бомбить эту старую коргу. Бесщадно. Так. Поймала, да, все-таки? Ну что же, понеслась. Блин, а я достать-то не смогу. Так. По котлу тогда давайте бить. Ну давай, 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 давай. Быстрее, блин. Че там будет сейчас? А-а-а. Больно мне, больно. Так. Приправку она бросила на моего бичевателя. Так. А у нас горит. Щитоломец-то, а? Бедный варится там, а? Слушайте, если у меня будет сейчас, ребята, возможность, я, наверное, буду бомбить. Только, как говорится, эту бабку. Да мне плевать, что он там кого-то схватит, не схватит. Ой, размещение мяса. Так, ладно, здесь мы еще, наверное, отхилимся с вами. Давайте массовый отхил сделаем. Шикарно. Так, ну, слабовато, маловато, ребята, у нас здоровье. О, вот это уже хорошо. Давайте-ка поделимся. Вот так вот. Ну что же. Все, ребята, вы как хотите, а я буду атаковать. Черт бы его побрал, а? Блин. Давай вот это попробуем, а? Что оно делает? Оно вешает ослабление. Так, размещение мяса. Мы уклонились. Так, ну что ж, жгем. Давай, ребята, наверное, будем пробивать ее. 19. Отлично. Я просто решил, что я не буду отвлекаться. Я буду бомбить. Так, давайте еще раз. Вау, на 28. Ху, ребят, 17 здоровья у этой бабки. Если наш бичеватель, самобичеватель, успеет выбраться оттуда, сразу будем его отхиливать. Моментально практически, чтобы он не погиб. Так, ну что, давайте, наверное, еще разок вот так попробуем. Ага, не нравится, ребят, смотрите, да? Ослабление. Так, размягчает мясо. Причем дубиной такой, да, ребят? Топором, блин. Как будто мы тут котлеты какие-то. Ну что ж, давайте попробуем. Ну, ребят, 13. Сколько у них за рулет осталось? Выпадает у нас, ребята, самобичеватель. Давайте его сейчас попробуем отхилить. Так, в котел. Ага. Щитолом увернулся. Давайте делать хил. И... Блин, ну, ребят, я чувствую, там на один удар ей осталось жить. Как и нам, в принципе. Так, ну-ка, пробьет. 10. Сколько там у них за рулета? Там вообще немножко, ребята. Подожди, давайте вот это вот. Дальняя атака. Есть. Ух. Нифига мы там. Ошейники всякие. Так, не хватает места. Давайте выкидывать тогда все, что нам уже больше не пригодится здесь. Так, ну-ка, ну-ка, давайте вот это, это все равно не хватает, да, ребята? Еще нужно два места. Ладно, яд и бинты. Подожди. Давай, наверное, бинты уберем. Так вот. Задание выполнено. Фух, ребят, ну, я вам скажу как. В принципе, ничего сложного в этой бабке не было. Нам единственное, что нужно было только ее бомбить и не отвлекаться больше. Ладно, этот урок мы с вами, как говорится, запомним. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. О, вот это хорошо. Так, ну это еще терпимо. Понос, е-мое, а. И один, к сожалению, ребята, у нас трупец. Да, сходили негладко. Опытный воин будет сражаться за вас в обмен на честную оплату кристальными осколками. Так, шестой овень. Я думаю, что нужно взять, ребята, этого легендарного крестоносца. Лишним он у нас не будет. Ну, вроде бы пока и все, да? Давайте-ка тогда встретимся с вами чутка, наверное, попозже на новом задании. Так, ну что, ребята. Я решил отправиться еще на одного вапилу. Фух, как говорится, у меня было два задания, поэтому надо вот это вот задание как можно быстрее сделать и забрать у него артефакты. Восемь штук, насколько я понял. Хотя у этого вапилы, может быть, их вообще не быть, потому что это какой-то свеженький, еще не наворовался. Так, ну что же. Тут нормуль, нормуль. Так, вот здесь вот нету ничего у рыцаря. Это плохо. И что же нам взять-то ему? Ну, блин. Вот это вечная проблема, ребята, выставить нужные или ненужные нам артефакты. Так, плюс 15 ОЗ. Ага, 5 защиты. Минус 3 крита. Так, во. 10% к здоровью. Замечательно, ребята. Так, здесь все отлично. Тут более-менее хорошо. Лучшего, по-моему, я не могу ничего найти, ребят, да? Так, тут у нас кровавый талисман. Табакирка, талисман язычника. Не то. Нет, все как-то не то, ребята. Я, по-моему, вроде где-то видел то ли кубок, то ли еще, который делает 30% к отхилу. К навыкам, я имею в виду, хила. Для веселки это было бы самое вообще идеальное. Но почему-то я не могу найти. Так, ладно, здесь. Здесь только оккультист. Хм. Багряна. Может быть, вот этот вот печатка шабаша давайте оденем. У него же багряное проклятие, да, ребята, именно так. И будет получать меньше стресса. Оптимальненько просто. Опять нам дают предупреждение, что мы это задание не сможем бросить. Так, ну что? Подожди, а факелы там не нужны нам, да, ребята? Нам нужно вот это взять. И всего по 6, как обычно. Хотя, можно даже и не брать, ребята. Но на всякий случай. Вдруг там что-нибудь другое. Хрен знает, что это за вопило. В тот раз я так и не понял, что случилось. То ли он улетел. Но убить мы его однозначно не убили. Это факт. По-моему, он просто-напросто улетел. Покинул свое гнездо. Так, ну что? Вперед, как говорится, из песни, ребята. Ух, была не была. Так, герои, ну понятно. Кстати, я так и не понял, где эти уникальные черты. По-моему, никто у меня не получил в прошлый бой. Давайте посмотрим, что у нас будет в этом бою. И как он произойдет. Жуткие вопило. Ну что ж, поехали. Повесим, нет? Оу, достать не сможем, ребят. Давай так попробуем. Хе. Уклонение, естественно, ребята, уклонение. Так. Да ладно, что, издеваетесь, что ли? Ну-ка. Может, ножом попробуем, а? Так, я воплощение ярости орет там. Оу, 22. Неплохо, я вам скажу. Ха-ха. Ёклуман, это что такое? Стресс, стресс пошел. Удар клювом. Ё-парас, это 27 крита. Это жестко. Так, а ну-ка попробуем ответочку, ребята. Сейчас усилимся. И... Так, нет, это воодушевление. Вот это. Ну, естественно, ребята. Как же? Как же по-другому? Блин, крит-удар. Так, тихо, я отведу из моей крови. Так, не паникуем. Уклонение. Вот это хорошо. Так, давай похиляемся. Слушайте, ребята, а вот что если вот это вот гнездо ему уничтожить? Я вот... Ё-парас, это ты посмотри, что делать. Он бомбит. Целенаправленно моего самобичевателя. Так, давайте делиться. Насколько? Так, 19-12. Здоровья. Ммм, маловато. Ну, по крайней мере, все живые и целые. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами... Так, давай отхилимся, скорее всего. Да, ребят? Лучше мы сделаем вот так вот. И... Блин, на 8. Я думал, что усиление может как-то нам помочь. Нифига, ребята, не помогает. Пробьем, нет? Есть. На 22. Это хорошо. Так, удар клюм. Кому? Так, рыцарю 12. Ну, для него это нормуль, ребята. Он у нас парень крепкий. Так, ну что ж, давай, наверное, мы с вами, ребята, ножом будем орудовать. Как всегда, уклонение. Что за хрень? Так, а тут, если на 8, уже отличненько. Ребята, 102 хп-шки осталось у этого вопилы. Не знаю, сможем ли мы его добить здесь. Так, ну-ка попробуем. Хотя... Так, усиление. И бьем его кнутом. Угу. Хрен. Ничего не получилось. Тихо. Уклонилась. Веселка, ты просто красава. Так, один рыцарь у меня только наносит урон. 20-очку сейчас сделали. Эээ, кровожадный клич. Хрен тебе, как говорится, да, ребята? Ну-ка, попадешь? Нет? Блин, уже второй раз промахивается. Так, удар клюмом. По кому? О, ага, веселку на 18. Это плохо. Давайте хиляться. О, Крит на 20. Отлично. Полностью восстановился без здоровья. Так, полет с воплем. Во-во-во-во-во. Надо бежать. Слушайте, ребята, вы посмотрите, что происходит. Экзальтация. Вот это хреново. Вопила. Он все-таки сматывается. Он улетает. Но, тем не менее, задание мы выполняем. Огромное тело без каких-либо душевных качеств. Разве что с неуемной жаждой кровопролития. Понятно. Ну что же. О, ребят, посмотрите, что нам надавали тут. Ядрить, макарить. Круто. А вот денег нам не дают. И это хреново, ребята. Так. Только веселка. Очень редкая. Защитный чеснок. Нечестивого убийцы кольцо. Кровавая подвеска. В общем, норм. О. Плюс 15 лечащие навыки. Это хорошо, ребята. Ну что. В принципе, я доволен. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. Понос. Они что-то все обсирались у меня, что ли. А? Я не могу понять. Так. 20% к урону. Угу. 25. О. Вот это хорошо, ребята. А вот это плохо. И здесь плохо. Что ж ты будешь делать, ребята? Опять понос. Ёбарасэте. За серии какие-то у меня войны. Ребята, вы заметили? Да-да. Я чувствую, как стены, разделяющие наш мир, неизведанные измерения кошмаров в этом месте, оказываются особо тонкими. Так. Давайте, ребята, с вами лечить наших обосравшихся, так скажем. Давай, рыцарь. Иди. Нормуль. Но, благодаря, ребята, рыцарю, именно вот крестоносцу, мы смогли с вами довольно легко побить этого вопилу. Так что не стоит его недооценивать. О, тут еще, смотрите-ка, есть. Но это уже логово, да, по ходу дела? Так, безжалостный вопил. Надо убить его. Ну, я думаю, что этим мы займемся с вами в следующей серии. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, я буду завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых реметовидосиков. Субтитры сделал DimaTorzok